Здравствуйте, Светлана Николаевна. Здравствуйте. Светлана Николаевна, в вашем университете сейчас горячая пора. Наверняка не потому, что лето на улице. Скажите, как проходит вступительная кампания? 14 числа закончен прием документов на сокращенную интегрированную форму подготовки. Но мы продолжаем работать. Прием документов для обучения за счет бюджета потребительской кооперации осуществляется у нас еще до 1 августа. Светлана Николаевна, если говорить об иностранных студентах, скажите, пожалуйста, каковы их на сегодня проценты в вашем университете? И вот интересно узнать, не занимают ли они потенциальные места белорусских абитуриентов? 7% у нас студенты-иностранцы, но ни в коей мере они не занимают места белорусов. То есть вот мы планируем набрать 760 белорусских студентов. А наши студенты, которые поступают нам из стран ближнего и дальнего зарубежья, они, этот контингент, формируются уже за пределами этих контрольных цифр приема, за пределами плана приема. То есть по отдельной линии? Да. Я считаю, что это наше преимущество, что так много иностранных студентов у нас обучается, потому что в рамках общения студенческой среде происходит наработка коммуникативных связей. Это позволяет в дальнейшем развивать интенсивно внешнеэкономическую деятельность Республики Беларусь, потому что, сами понимаете, вот, например, в одной группе обучался белорус и таджик. Они становятся друзьями. Таджик становится немножко белорусом, белорус становится немного таджиком. Лучше понимает менталитет. И когда они встретятся на площадке переговоров, то, я думаю, у них получатся весьма рентабельные внешнеэкономические сделки. Светлана Николаевна, расскажите, какие в Вашем ВУЗе самые, скажем так, популярные специальности? Может быть, есть какие-то в этом году новые? Мы ведем подготовку по 12 специальностям. И, вы знаете, в прошлом году самыми востребованными были наши классические специальности. Это экономика и управление на предприятии. Это бухгалтерский учет, коммерческая деятельность. Можно назвать эксклюзивной специальностью специальность аудита-ревизия. На сегодняшний день мы единственный университет в стране, который готовит специалистов в этой области. Очень у нас интересные инновационно ориентированные специальности, такие как мировая экономика, логистика. Это специальности, которые востребованы не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке. Светлана Николаевна, ну вот к слову об инновациях. Я думаю, что Вы согласитесь с тем, что современные технологии сегодня приходят во все сферы нашей жизни, в том числе и в сферу образования. Вот Ваш ВУЗ в этом плане чем может похвастаться? Мы в настоящее время себя позиционируем как инновационный университет, который соответствует всем европейским стандартам. И это достаточно обоснованно. Мы одними из первых в республике широкомасштабно перешли к внедрению инновационных образовательных технологий и в первую очередь дистанционных образовательных технологий. Уже третий год мы осуществляем набор на заочную, в том числе дистанционную форму образования. В этом году, кстати, прекрасная возможность появилась обучаться дистанционно и студентов второй ступени. Это наши магистры могут обучаться дистанционно на двух специальностях. На специальности логистика и на специальности экономика и управления на предприятии. Мы понимаем, что мы университет 21 века и делаем все для того, чтобы мы были действительно инновационным университетом. Светлана Николаевна, обучение это все-таки не единственное направление деятельности нынешних высших учебных заведений. Все-таки реализуется и множество проектов за учебным процессом. Вот в этом плане какие проекты реализуются в Торгово-экономическом университете? Вы знаете, я бы даже сказала, что это не за рамками учебного процесса, потому что мы практико-ориентированный университет. Например, чемпионат молодежь предпринимательства. Уже много лет этот чемпионат проходит на базе нашего университета. Мы в свое время выступили инициатором этого чемпионата. И вы знаете, вот действительно студенты ощущают свою причастность к экономической жизни нашей страны, нашего региона. Для них очень важно, что чемпионат молодежи и предпринимательства проходит в рамках экономического форума. И это прекрасная возможность нашим студентам общаться с бизнес-сообществом, получать незаменимый практический опыт. И бизнес-сообщество всегда на острие событий. Они понимают, наши предприниматели, чем живет молодежь, каковы их интересы, насколько инновационны проекты. И для них это прекрасная возможность, идеи наших студентов реализовать в практике своей хозяйственной деятельности. Светлана Николаевна, ну здорово, очень много поводов для гордости за тот университет, которым вы руководите. И я так понимаю, что у вас есть еще отдельный повод для этого, такой личный. Расскажите нам немножко об этом. Я выпускница нашего университета. В далеком 1984 году я закончила наш университет с отличием. Это вся моя жизнь. Даже то время, когда я работала на практике, приезжала в отпуск, я подходила к университету. У меня просто подкашивались ноги от любви к нашему университету. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы, опять же, интенсивно развивались, хранили традиции, приумножали их и были, в первую очередь, инновационным университетом с крепкими традициями. Продолжение следует...